Ну что, жирный лайк, давай взвесимся. Или ты боишься узнать свой вес? Я тоже боюсь немного. Куки Джунгарик против хомячка Кэмпбелла Орёк. Кто больше? Сколько может весить хомячок, которому 4 года, сирийский? Свинья, которая всегда готова взвешиваться, чесаться. Давай вторую, давай две лапки взвесим. Всем изи привет, вы на канале Алиса Изи Пэтс, меня зовут Изи Роза. А это наш кот Василий, который, как обычно, днем отдыхает на своей любимой лежанке. И сегодня нам пришла интересная идея, наконец-то снять видео, сколько весят все наши животные. Сколько весят самые маленькие в мире мышки японские. Сколько весит Джунгарский хомячок, хомячок Кэмпбелла, сирийский хомячок. И еще интересный кот Василий, как его взвешивать будем, мы не знаем. Но оставайтесь с нами, смотрите дальше это видео, посмотрите, что же будет дальше. А я хочу напомнить, что видео выходят каждый день в 18.00 в виде премьеры. Подпишись, даже если у тебя лапки. Ну что ж, мне стало интересно узнать, сколько весит вот такая маленькая японская мышка. Это мышка Алиса. Алиса, присаживаемся. А Алиса весит 18 граммов. Давайте посмотрим, сколько весят остальные мышки малышки наши. Это одна из ее дочек. Она с пятнышком на лице, на мордочке. Она весит 19 граммов. То есть больше, чем Алиса. Так, поехали обратно. И у нас еще вот такие две мышки-близняшки. Одно и пятнышки на попе. Какую первую взвешиваем? Давайте с пятнышками. Эть. Она весит 18 граммов, как мама. Отличный результат. Поехали. И ее подружка. Опа. А это что-то плохо ест. Весит всего 17 граммов. Она самая трусливая. Самая пугливая. Но видите, как ящерица везде передвигается по-пластунски. И давайте посмотрим, сколько весят у нас мальчики-мыши. У нас есть вот такой вот бегемот увесистый. Узнаете его? Это же лайк. Это жирный лайк. Кто не в курсе, познакомьтесь. Жирный лайк. Ну что жирный лайк? Давай взвесимся. Или ты боишься узнать свой вес? Я тоже боюсь немного. Давай, присаживайся. Ого! 34 грамма! Ничего себе! Ты, по-моему, больше, чем наша кнопочка весишь. Да, мышь, которая занимается с ума. Ну и теперь взвешиваем нашу парочку. Какое-то пятнышко. Пятнышко присаживаемся, взвесимся. Ой, какая ты маленькая! Всего 17 грамм весишь. Надо кушать хорошо. Давай. Оп-ля! А теперь друг пятнышком и шарик. Мне кажется, он поправился. Стал потолще. Как на людей и на животных влияет женитьба. Он весит 19 граммов. Видите, поправился. Жена его, видимо, откармливает. Отлично! Вот такой вес был у наших мышек. Фу, какой! Видите, раз как попугайчика пересадил, он сидит потихонечку. Ну а теперь челлендж. Черные против белых. Куки Джунгарик против хомячка Кэмпбелла Орео. Кто больше? Кто жирнее? Кто крупнее? Кого первым взвешиваем? Кого? Давайте Куки. Потому что он меня начал покусывать. Итак, Куки весит 56-57 грамм. Он решил умыться в миске. Ладно. Ну а давай теперь взвесим Орео. Опа! Орео. А Орео весит 58 грамм. Четко! Кто победил, пишите в комментариях. А теперь новый этап. Он, конечно, не на равных. Стеша, хомячок Кэмпбелла. Это первый. Кто-то бросает какашками. Итак, Кэмпбелла против Джунгарика. Кнопочки. Кто больше, кто меньше. Ну, по-моему, это и так видно. Но, как вы думаете, сколько весит кнопочка сейчас? А сколько весит Стеша? Итак, Стеша первая пошла. Стеша весит 49-48 граммов. 49 граммов все-таки. Все-таки 49. Но она рожала недавно хомячат, поэтому она в весе, конечно, потеряла. А теперь хомячок Джунгарик, наша кнопочка. Помните, в Инстаграме кто видел, сколько она весила буквально недавно? Напишите мне в комментариях, сколько весила недавно кнопочка. Те, кто знает из Инстаграма. А сейчас она, видите, уже весит 31 грамм. 30 все-таки, все-таки 30 граммов. Ну что, девчонки, разъезжаемся. И у нас есть еще же ребенок, хомячонок Кэмпбелла, который у нас остался. Давайте еще взвесим, сколько она весит. Кнопочка после Стеши меня нюхает, чувствует, что пахнет другим хомяком. Ну, видите, я ее уже на руки могу взять. Она уже подросла. Видите, как подросла? Прям так заметно выросла девочка. Новая девочка, которую мы оставили. Это дочечка Стеши. Это тоже джунгарский хомячок. Смотрите, какая она красивая. Кэмпбелла. Замечательная. Это хомячок Кэмпбелла. Имя мы ее еще пока придумываем. Наверное, в следующем видео уже будем. Сейчас пока можете писать варианты. Вот она вот такого окраса. Очень ручная, очень мягкая. Потому что тискали ее с первых дней практически. Как вы думаете, сколько весит кэмпбелла? Она, кстати, такого же возраста, как и кнопочка. Они практически одинаковые. Вы помните, сколько весит кнопочка? Ну что, взвешиваем хомячонка Кэмпбелла. Присаживаемся. Она с рук не хочет слазить. Присаживаемся. Ого-го! Ничего себе у нас выросли хомячата на хорошем питании. Она весит целых 40 граммов. Вот такая у нас девочка. Но она... По ней видно, какая она. Вы видите? Колобочек маленький. Маленький колобочек. Узнаете? Большое, пушистое, мягкое чудо. Он похож на игрушку плюшевую, правда? Это наш хомячок Жик. Как вы думаете, сколько может весить хомячок, которому 4 года, сирийский? Давайте сейчас узнаем. Оп-ля! Ну я по весу чувствую после мелких хомячков. Он прям такой увесистый. Оп-ля! Ого! 175 граммов. И это хомячок, которому уже скоро 4 года будем праздновать. Ну что же, Кусик? Идем дальше спать. Опа! О, такой вот он мягкий! Невероятно! Класс! А теперь наше пушистое солнышко. Кажется, что он большой, правда? Он такой лохматый, что кажется, что его много. Но сейчас проверим, насколько же его много. А ну-ка, присаживайся. Ну что там много? 114! 115! 114! 114! Или 115! 115-114 граммов! Боже мой! Моё худышечка! Но мы его когда и взяли, он такой же был худенький. И как-то весу он не добавляет. А теперь моя любимая свинюха! Ты дюська! Он правда похудел, бедняжка! Оп-ля! Свинок всё время нужно взвешивать, чтобы контролировать их вес. 720 граммов. Печаль печальная. Совсем манюсенький у нас. Да! А теперь наш колбасишкин большой, толстый. Кто? Нафанечка! Свинка Нафаня сразу займёт полностью всю чашку. И сколько же он у нас весит? Нафаня! Нафаня, ты молодец! Он, видите, как стоит хорошо? Не видите? Нафаня спокойно взвешивается. Кило 216-217 граммов. Да! Свинья, которая всегда готова взвешиваться, чесаться. Короче, он любит все эти процедуры. Ему нужно будет постричь когти. Так что ждите следующее видео. Будем стричь когти нафаня. Вот такая жирная свинья. Вот это вес свиньи, который для выставок. Выставочная свинка может весить и 2 килограмма, и больше. Но у нас выставочность не получится, потому что у него несимметричный рисунок. У него одна сторона светлая, другая сторона рыжая. Это не выставочная свинка. Это свинка, которая пошла в любимцы. Мы её все любим. Ну и наша любимая девочка, сирийский хомячок Стрелка. Давайте узнаем, сколько она весит. Вы помните, я её взвешиваю каждый день, чтобы знать, в каком она состоянии находится. Так. 138 граммов. В прошлый раз было 140, но было пару орехов за щеками, да? Ну, то есть, в принципе, вес мы продолжаем удерживать. Ну что, молодец, пойдём. Пойдём, моя хорошая. Вот, помните, это то, что я вам говорила, мне сложно было снимать. Видите, вот здесь делались уколы антибиотикам. И вот такие раны пооставались. Сейчас мы активно лечимся от этих ранок. И продолжаем лечиться от воспаления лёгких. А теперь наш супер-мега-любимец. Кто? Узнаёте? Ну, конечно же. Этого гепарда сложно не узнать. Это изюмка. Сколько весит изюмка? Тот самый спасённый хомяк. Оп-ля. Давай присаживаемся. Мы хотим узнать твой вес. Так. 133 грамма. Ну, в принципе, нормальный вес для сирийского хомячка. Не супер-мега-большой хомяк. Ну, и не супер-маленький. Такой, как кукусик. Поехали обратно. Подпишись. Даже если у тебя лапки. Ну, а теперь цирковой номер. Да, Вася? У нас сломались большие напольные весы, на которых взвешиваются люди, где мы раньше взвешивали Васю. Ну что, Васенька, будем взвешиваться. Как ты хочешь? Передние две лапки, потом задние. Или целиком? Я такого еще не творила. Он не поместится никак. Опа. Нет. Ой. Это очень сложно и практически невозможно. Васенька, давай взвесим лапку. Давай вторую. Давай две лапки взвесим. Давай. Оп. Короче, Вася сказал, что он не будет взвешиваться сегодня. Он говорит, купите мне нормальные весы, и тогда будем взвешиваться. Что вы мне хвост будете взвешивать. Вот такой у нас получился челлендж между хомяками, когда мы их взвешивали. А сколько весит Вася, мы так и не знаем. Если понравилось это видео, пишите комментарии, что вам нравится. Может быть, еще что-то придумаете интересное. Мы можем сделать видео по вашим комментариям. Давайте нам задания, мы их будем выполнять. Да, Васек? Мы любим смешные задания. Вот такое у нас видео. Теперь мы будем с вами прощаться. Вася, как обычно, любит почесушки. Вот такое смешное получилось у нас сегодня это видео. Вы теперь знаете, кто сколько весит. Но я думаю, что это не последнее интересное видео на нашем канале. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я хочу напомнить, что видео выходит каждый день в 18.00 в виде премьеры, где вы можете с нами пообщаться в чате. Ну, а если вам становится скучно между выходами наших видео, то не забывайте подписываться на наш инстаграм. Там каждый день я выкладываю какие-то смешные ролики от наших животных, а также их фотографии. А Васька, как обычно, строит ушки домика. Прощается с вами, машет пушистой лапой и говорит, счастливо, до завтра. Люблю, целую вас. Ваш Изи Вася. Всем Изи пока.